вот друзья знаете был какой-то перерыв я уже думал все меня покинули доблестные коллекторы и опять кредит экспресс финанс вы знаете по моим подсчетам по моему четвертую у них попытка это после мба финанса после актив бизнес коллекшн про и после столичного агентства по сбору платежей от мба финанс по моему рекордсмены они вот третий раз уже за меня взялись и долбят и сейчас самое интересное мба финанс по открытию долбит и по этому же открытию долбит активно этот кредит экспресс финанс я не знаю что и как у них там устроено но это же отчетливо и понятно что нет смысла но вот подолбили раз и все не взяли ничего что там как неужели там все работает робота тизирована да и никто не отвечает за действия за вот их ту же программу то все равно настраивать надо кто это делает ничего не понимаю ну и веселюсь благодаря этому и вам тоже повод для веселья остается так поехали очередной сотрудник новенький скорее всего не успела прочитать комментарии я просто включила кнопку соединения и вот нарвалась наверно для него это было откровение лаборатория здравствуйте 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 ответственностью кредит экспресс финанс меня зовут Дискалий Росискин Джабаев на цели безопасности видео с аудиозаписи разговора Куснецов Дмитрий Евгеньевич я с вами разговариваю да это вы да звонок вам поступает по поводу вашей финансовой задолженности Теперь по личным акционерным обществам Банк финансовой корпорации «Открытие». У вас имеется просрочка 919 дней. Задолженность имеется по договору 213-759-4-9-14. Сумма долга составляет 609 750 рублей и 80 копеек. Сумма ваша актуальна на 29 июня 2017 года. Сумма у вас не фиксирована. Также вам предлагают акции в обращении долгие проценты. Для участия в акции вам необходимо оплатить 159 тысяч. Если вы оплачиваете эту сумму, то оставшуюся часть банка-то вам списать. Я подожду чуть-чуть. Там осталось немножко. Сколько там дней осталось? Пока срок исковой давности закончится. Чуть-чуть осталось, да? Подожду, наверное, да и все. Дмитрий Евгеньевич, а какой исковой давности вы говорите? Ну, говорите, там, 919 дней, 3 года, там, чуть-чуть подольше, да? Ну, там несколько месяцев осталось, а подожду. Да, я не думаю, я уверен. Подождите, Дмитрий. Я жду, жду, жду. Евгеньевич, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Вы искусите, что после суда вам могут предъявить о том, что Дмитрий исковает давность? О, юрист? После решения суда. Ну, сейчас вы что думаете? Если, смотрите, вы пропадете на 3 года, ну, как бы вы с нами на связь не выходите на 3 года, вот тогда исковая давность. Ну, сейчас мы с нами общаемся, у вас нет никакой исковой давности. О чем говорится? В течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. Статья 203 Гражданский кодекс Российской Федерации. То есть, если я подпишу какой-нибудь документ, где вновь признаю, что я должен, тогда, конечно же, срок исковой давности прерывается. Либо человек, либо организация, которая считает, что ей должны, подаст иск в суд. Независимо от того, могут найти меня, не могут, я человек, не признанный умершим, и поэтому на меня можно подавать иск, а уже дело судебных приставов – разыскивать меня. А вот такая петрушка, статья 203 Гражданский кодекс Российской Федерации. А вы что говорите? А, вы, наверное, говорите то, что вам рассказали ваши работодатели, да, что раз вы позвонили, значит, срок исковой давности прерывался. Как вы думаете, мне может и соседка позвонить? Каким образом вы в суде докажете, если вы вдруг, вот сколько нам осталось, пару-тройку месяцев, и вдруг банк решит? Не вы, вы-то в суде беспомощные. Коллекторы, вы надеетесь на некомпетентность человеческую, на страх, на какой-то, ну, я-то понимаю ситуацию совершенно отчетливо. А, так вот, банк, допустим, придет через три года и скажет, мне должен этот господин. Я скажу, да три года я... Подождите, подождите. Двое я закончу. Я теперь, на принципе, закончил, теперь объясняйте. Не беспокойтесь, все хорошо, мы нормально разговариваем. Нет, я попросил, чтобы вы... Я замолчал, девушка, я жду теперь ваших контраргументов. Ну хорошо, сколько у вас платежей было по графику? Да, не помню сейчас, но важнее, когда я прекратил их делать. Когда вы прекратили оплатить? Ну вот, по-моему, три года почти назад. Вы с какого еще я считаете? Да я сейчас не помню, вы сказали 919 дней, там, по-моему, вот эта цифра от вас прозвучала. Ну, это почти три года. Когда вы мне нужны, ага, мне не три года. Да я не помню, я сейчас нахожусь за границей и на отдыхе, я не помню. Я же не вношу с собой. Вы что думаете, я поверю, что вы за границей? Да мне все равно, можете не верить. Знаете почему? Если бы вы были за границей, этот телефон был бы отключен, этот можно. Ну почему, я... Ну это включен, вы никак не можете быть за границей. Ну в роуминге вы что? Есть такое слово волшебное, роуминг, вы не слышали о нем? Я человек занятой. Кстати говоря, сейчас ваша организация на бабки подлипает очень серьезно. Да, что вы говорите? Ну что поделаешь? Дмитрий Евгеньевич, на данный момент я вам сейчас фиксирую отказ от оплаты. Так мы ни о чем не договорились. А как ваше имя у меня забыл? Будет направлена выездная группа на предварительную оценку вашего имущества, которую вы оставляли в комедитном разговоре. Потому что я не прав, потому что я взял и нужно отдавать. Нет, друзья мои, нет ничего ближе к истине. Дальше, вернее от истины, простите. Если вы не можете отдавать, вы не обязаны это делать. Это государство создало такие условия, чтобы мы были в таком состоянии. Это я не в состоянии испуганного должника. Но в то же время то же самое государство создало законы, которыми можно при желании воспользоваться и совершенно спокойно, без каких-либо последствий правовых, прекратить вносить платежи в банки. И банки об этом знают, и судебная вся вот эта вот структура тоже осведомлена об этом. Но я вам подчеркну, законы пишутся не для них, а для нас с вами. Если кто-то не хочет пользоваться законом, кому-то выгоднее и приятнее находиться в позиции жертвы, в позиции должника, это выбор этого человека. Я же предлагаю вам воспользоваться этими законами и создать условия для банка, когда банку выгодно отказаться от претензий. Банку, микрофинансовой организации, всевозможным онлайн-займам, любым кредиторам. Для начала предлагаю вам подписаться на наш канал и послушать, простите, с десяточек хотя бы роликов. Также, после того, как вы успокоитесь и у вас зерно сомнений все-таки начнет прорастать, давать росточки, я предлагаю закрепить этот результат и узнать, как устроена работа кредитных юристов компании Аля. Ролик с этой презентацией выложен на нашем сайте. Ссылочка на сайт, в описании этого либо любого другого ролика есть. Также, в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликабельная подсказочка. Вот она. Посмотрите ролик. На простом человеческом языке в этой презентации рассказывается, как мы будем приближать вас к состоянию, когда вы никому ничего не должны. Поверьте, это возможно. Не вы первые и уж, конечно же, не вы последние, кто обратится к нам за помощью и получит тот самый долгожданный результат. Это на самом деле возможно. И, посмотрев видеоролик, вы поймете, как это происходит, что мы сделаем, сколько это стоит, какое время займет. И, конечно же, какой результат вы получите. Результатов может быть множество, но один, самый основной, это то, что вы никому ничего не будете платить. И причем это произойдет исключительно в правовом поле. Сто процентов законные методы мы эксплуатируем. Поверьте, никаких блатных наработок, связей или знакомств у нас нет. Но этого и не нужно. Совершенно спокойно можем сделать для вас то, что необходимо, чтобы вы продолжали дальнейшую свою жизнь в статусе свободного человека, а не в статусе жертвы банковской. Вот, поэтому еще раз повторяю. В правом верхнем углу видеотрансляции сейчас выходит кликабельная подсказочка. Вот она. Зайдите на наш сайт, посмотрите обязательно видео, после чего оставьте заявку в форме на сайте. Пишите корректную информацию. Оставили заявочку. После этого вам остается дождаться звонка нашего специалиста. Звонить мы будем с телефонов, которые указаны на нашем сайте. Пожалуйста, забейте себе ВКонтакте эти телефоны. Ну и ждите звонка нашего специалиста. Позвоним мы в рабочее время, кроме субботы-воскресенья, по московскому часовому поясу. Вот, что хотелось бы мне вам сказать. Для всех остальных предлагаю, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если вы еще не подписались, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании ролика есть. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. Всего вам доброго, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok